И снова, здравствуйте, всем привет! Итак, вот такой персонаж вроде бы как для игры. Это должен, ну как, в плане быть такой враг. И там должны события быть у этих врагов. Их несколько вариаций должно быть. Ну как фантазия, да, так играет. Не знаю, подойдут они для игры, не подойдут. Ну, попытка вот именно попробовать именно, как это всё дело будет выглядеть. Вот такая. Значит что? Ну, много я тут в прошлом ролике показывал, да, чуть много тут подкорректировал. Закрыл какие-то, ну как, огрехи. Получается, что вот эта деталь и вот эта я объединил, именно попробовать анимацию. Но объединять её не надо. Здесь вот у этой вот детали должны быть ещё какие-то тут шарниры. И получается, кость когда будет вставляться, то вот эта часть просто будет привязываться к Invert Kinematic. А это уже будет ступня. И тогда они будут ходить отдельно. Не будет у них именно весом назначаться одинаковый. Не будет вот эту часть тянуть. И она будет именно выглядеть как металл. Так, фантазия насчёт тут здесь вот прикрепить у меня с механикой всё это дело плоховато. Ну как, я могу, конечно, делать вот такие приблизительно вещи. Когда начинаю пальцы делать механизмов, ну это для меня вообще нервотрёпка, ну как говорится, техника не моё. Так, по шлемам. Шлемы могут быть разные. Опять же, по прошлому ролику можно здесь одеть маску, какую-то лётческую, допустим, или противогаз. Так, ну тогда это уже не будет видно, что это, значит, шимпанзе. Лапы длинные. Нужно вставлять кости свои. Почему? Потому что модель несимметричная и разные детали. Так что риг делать нужно на эту сторону более такой продвинутый. Почему? Потому что вот эта часть, опять же, должна крепиться будет к Invert Kinematic. Кисть должна быть отделена. Плечо. Возможно, тоже прикрепить именно отдельно. А вот эту часть уже, вот эту середину поставить на кость. Так, баллоны вот эти вот разные можно понаделать. Они крепятся к косточке позвоночника, как бомб. Это тоже не проблема. Так, ремни. Ремни, значит, желательно по наворочению сделать. Ну, в плане какому? Ну, в плане по бляхе. Вот бляху сделать такую. Я не знаю, как черепом. Там, ну, фантазии много. Дальше по баллонам. Это вот как электрический. Видите, тут катушки стоят. И вот эта должна штука, как бы электричеством парализовать, возможно, игрока. Потом катка будет, вот эта катка отдельно. Почему? Потому что, ну, вдруг там у него попадание, анимация будет, что он должен умереть, чтобы там катка, возможно, слетала. Потом можно заменить, сделать какую штуку, допустим. Давайте посмотрим вариации. Выбираем нашего персонажа. Сделаем ему, так, геометрия мира N12. Выберем нашу вот эту руку, мира N12. Потом вот эту штуку мира N12. Вот получается уже полностью механический такой перс. Также можно ему ноги заменить. Ну, тогда уже от шимпанзе, в принципе, тут мало что остается. Возможно, бронежилет ему добавить, но это в какой-то тур. Добавить какие-то сзади базухи. Ну, допустим, это будет стрелок сидеть. Он будет в кресле какого-нибудь, не знаю, там, огнемета, пулемета. Анимацию пулемета, как сделать, тоже есть канал. Я оставлю ссылки. Там человек, парень делает самолеты, анимацию. Ну, это риги, потом там всякие базухи и так далее. Можно это все дело тоже сделать, заанимировать. Потом разные, опять же повторюсь, это в прошлом ролике я говорил, разные придумать вот эти вот пулеметы, автоматы. Возможно, в первом туре это будет полностью обезьяна. Ну, там, допустим, вот только кисти рук будут механические. Потом, как будет проходить тур, допустим, там, челюсть металлическую можно ему уже подставить. Потом какие-то тут оружия побольше навешать. Там, гранаты какие-то добавить. Переделать, допустим, навороченье вот эти вот все, ну, как к ним дополнения. Допустим, здесь вот на руку можно еще какую-то добавить бензопилу или огнемет. Это именно к рукам, чтобы не использовать оружие уже. Потом можно убрать кисти и добавить просто стволы именно вот в эти вот части рук. Ну, как вариант. Ну, так же по одежде может у него с разными турами появляться какая-то шмотка. Но это все нужно продумывать. Ну, а так, в принципе, он выглядит ничего так прикольно. Вот так вот. Если взять, заменить эту ногу, я думаю, будет тоже прикольно смотреться. Добавить еще верхнюю часть, вот сюда щитки какие-нибудь там на пах. Добавить, допустим, в замену ребер, допустим, там, я не знаю, в грудь, допустим, как железному человеку, какой-нибудь огнемет тоже ставить, пушку там, ствол. Ну, и мартышек. Мартышки у меня есть. Можно еще то же самое проделать именно с шимпанзе маленькими. Там у меня худые есть разные. Тоже им прописать свою анимацию. Именно там удары, прыжки, падения, допустим. Там, что еще может быть? Ну, допустим, драка какая-то. Ну, драку, в принципе, можно взять с Миксама. Но что делает Миксама? Она несимметричные модели. Там пальцы коробятся. И лучше, конечно, делать свой рейк. Это однозначно. Так, погнали в блендер. Я тут чуть-чуть его покрасил, чтобы потестить косяки. И здесь чего, возможно, не хватает, да? Погнали в блендер. Итак, вот в блендере я тестил из Миксама анимацию. Вот за что я говорил, что... Вот вы видите, что нужно делать отдельные детали. Знаю, как я знал за это дело. Ну, в принципе, если свои кости вставлять и тут дополнительную косточку впереди поставить, она гнутся ни сзади, ни спереди не должна. Но это не суть вопроса. Может, даже и будет гнуться. Нужно еще свой рейк вставлять. Так, ну вот эта рука ведет себя нормально. Вот тут палец отшиблен. Так, тут вот эмблемы набросал так с лигонца. Понизил полигонаж вот до самого не могу. И поэтому вы видите, какое качество. Ну, допустим, если это все дело в Шейдер Смут. Так, выбрать и нажать Шейдер Смут. Видите, он сглаживает. Вроде бы качество нормально становится. И тут то же самое. Ну, с краской то же самое. Сгладить ствол. В принципе, выглядит хорошо. Баллон вот немножко, наверное, докрасить надо. Выбрать другой цвет именно под игру. И какая раскраска будет, допустим, агрессивная или такая более-менее мягкая. Ну, это уже автору смотреть. Если вдруг идея понравится вот этим делом, то... Вот, вы видите, даже миксама пальцы не вставила. Тут пальцы растягиваются не везде. И тут тоже, по-моему, центральная только установлена. Это вот, значит, у него ходьба. Вот такая штука. Это я не привязывал. Вот такие вот причиндалы. Если брать косточки, ставить инфронт, то смотрите, как все это дело можно привязать. Значит, заднюю часть постмот вяжем к позвоночнику. Позвоночнику в любой части. Ну, давайте, кстати, Ctrl-P, Bon. Так, это значит, на первый кадр. Ну, а вот эту базуху или выбрать другой ствол, чтобы более-менее, ну, как сказать, не так явно все это дело было. Там в руки дать какие-то ножи, возможно, по первому туру. Ну, вот, привязываем вот эту вот можно к плечу. Если ему нести что-то надо, то вот, Ctrl-P, Bon. И получается, когда он будет идти, вы видите, что у него все на нем просто висит, лежит. Сзади эта штукенция, значит, на нем несется. Все вот передвигается, все зашибись. Так. Еще нужно ставить глаза. Глаза, глаза есть. Зубы. В прошлых роликах я показывал, как зубы сделать для собаки. В принципе, они подойдут и для гориллы. Ну, и хорошую раскраску ему дать именно со Станспейнт. Вот эта, чтобы рука какая-то ржавчина тут была. Там материалы накидать хорошие. Ну, опять же, по бляхе и по ремню тоже раскрасить. Ремень нормально, чтобы там швы какие-то, кожа была. Ну, можно менять также каски. Допустим, здесь сейчас такая военная каска. Это первый мировой, а второй мировой каска Стальферн. Как его сделать, ссылка будет в описании. Я раньше его тоже делал. Забрас. Ну, короче, нужен человек, который полностью займется вот этой вот механикой, добавлением каких-то деталей. Пустой. Ну, как-то у меня на механические вот эти вот причиндалы фантазии не лежит. Даже копировать, что-то делать. Возможно, нужно просто этим делом задаться. Так, файл опен. Давайте посмотрим, как он выглядит в буре. Ну, у этого тела вот такой комплект. Опять же, раскраска просто так помазана, чтобы не бесцветный был. Вот такой ствол, ноги, все в принципе нормально так. Если вот каска аж, ну, может, без каски он выглядит вот таким образом. Наушники поставить, какие-либо. Допустим, это будет командир, когда ему фуражку одеть. у командира там кто еще должны быть. Ну, какие-то знаки, отличия им повесить. И прям неплохая будет такая банда. Махач можно сделать, анимации вообще бомбовские зарядить. Взять из каких-нибудь игрушек, возможно, анимации будет сжечь. Вот. Такой эксперимент. Так, сетка. Давайте сетку посмотрим. Ну, здесь более плотная. Почему я сделал плотную вот здесь? Ну, чтобы вот эти не разваливались шланги. в основном только из-за них. Так модель может где-то три тысячи полигонов. Нормально будет. Тем более анимация речи с ним будет, то должна какие-то звуки, возможно, там разговаривать друг другом будут стоять постовые. Ну, брод присутствует значит для анимации. Ну, и сетка опять же несимметричная с РМС сделана. Почему? Потому что если сделать симметрию, то получается вот эта рука перекочует на эту сторону. И вот такая сетка вся окруженная. Возможно, даже где-то по логе нужно будет ручную сделать. Вот такая. Ну, а ремень вообще вы видите тысячи полигонов у него, по-моему, можно еще ствол тоже считай тут полигонажа нет. Это децемейтом я тут уменьшил. Ну, а без цвета без раскраски вот такой внешний вид. Все гладенько, все вроде прикольно. Нормальный шимпанзе. вот такой обзор и вот такие вот у него варианты именно анимации. Смотрится? Нет? Все, до свидания. Посмотрите. Напишите в комментариях что-то как не так. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok